Катя Всем привет! Сегодня мы поговорим про объективы. Когда я купил себе Fujifilm XS10, я взял ее без объектива, то есть в боди, так можно. И потом, думаю, выберу какой-нибудь себе объектив, который мне больше понравится. Но спустя один день я решил заказать самый дешевый объектив для Fujifilm, чтобы его потестировать. И это был 15-45, это китовый объектив, который шел на более младшей модели для подобных камер. И у меня на Canon был подобный, и в принципе он мне нравился, и я решил купить его и на Fuji, чтобы протестировать. В крайнем случае потом продам. Он имеет неплохой широкий угол, это 15 мм. И это очень важно, потому что когда снимаешь себя, например, на вытянуть руки, необходимо иметь угол, чтобы не видеть нос. Вот так. Но сегодня я поеду к своему приятелю, и мы потестируем еще несколько объективов, потому что у него неплохой парк объективов. Есть широкие, есть светосильные объективы. Возможно, я что-то подберу для себя. И я думаю, что это будет интересно. Поехали. Для своих задач я бы, наверное, хотел себе два объектива. Один это широкоугольный объектив, чтобы снимать внутри помещение, чтобы снимать себя на вытянутой руке. И также я хотел бы себе объектив, который размывал бы фон для более каких-то художественных задач, чтобы вблизи можно было снимать синтезаторы, чтобы фон был размыт, чтобы это было симпатично. А также я бы его использовал для фото, чтобы снимать портреты. Наверное, вот так. То есть два объектива, которые мне необходимы. Это широкий угол и объектив, который размывает фон. Итак, на сравнении, сегодня четыре объектива для Fujifilm и один для Canon. Но об этом чуть позже. Carl Zeitz 12 мм, Fujifilm 15-45, Fujifilm 18-55 и Fujifilm 35 мм. Начну я с самого широкого и пойду на приближение. Carl Zeitz 12 мм. Этот объектив от известной компании Carl Zeitz с более чем 100 летной историей. Объектив довольно компактный и весит 270 грамм. Сделан солидно. Он имеет автофокус и светосила у него 2,8. Он размывает фон, как широкоугольный объектив. Не сильно, но приятно отделяет основной объект от того, что происходит на фоне. Такое фокусное расстояние идеально подходит для того, чтобы снимать самого себя. Много объектов в кадре попадает на заднем фоне. Также, чем шире угол, тем камера менее трясется в кадре. Качество этого объектива просто крутое. Мой Fujifilm XC 15-45 Пластиковый объектив весом всего 135 грамм. Даже бейнет у него пластиковый. Он легкий и суперудобный. Но светосила у него всего лишь 3,5 на значении 15 мм. Угол обзора уже и при среднем освещении ему не хватает светосилы. Видно, какой темный фон. Но он также автофокусный и здорово следит за объектом в кадре. А при освещении дневного света он вовсе не кажется темным. Fujifilm XF 18-55 Выглядит очень круто. Настоящее качество от Fujifilm. Весит он 310 грамм. Почти в два раза больше, чем мой. Не уверен полностью он сделан из металла или нет, но тут, мне кажется, его очень много. Этот объектив шел в комплекте с моей камерой, но от него я отказался. Минимальное фокусное расстояние у него 18 мм, что делает объект еще ближе к зрителю. Но максимальная светосила у него так же, как у Zeytse 2.8, что при среднем освещении позволяет показывать задний темный фон более мягким и с наименьшим шумом. И Fujifilm XF 35. Это портретный объектив. Он также выполнен из металла и весит 170 грамм. Он довольно компактный. Этот объектив самый светосильный из представленных с минимальной диафрагмой 2.0. Его фокусное расстояние также самое большое. И он приближает объект в кадре максимально близко. Это удобно для съемок предметов с размытым фоном. Но себя снимать с ним будет точно не комфортно. По крайней мере, на вытянутой руке. Зато фон размывает очень художественно. А вот автофокус почему-то не держит стабильно. Возможно, из-за близости объекта. Некомфортно так смотреть в лицо, правда? Итак, теперь битва двух широкоугольных объективов. EF 1740 для фотоаппаратов Canon. Просто базука. Весит полкило. Его можно одеть только специальным переходником, например, такой как Viltrox. Широкие объективы очень удобны для блога. Потому что ты можешь снимать себя на вытянутой руке и показывать очень много того, что попадает в кадр сзади тебя. Вот так снимает Canon. Кажется, он краснит. А вот это Carl Zeiss 12 мм. Кажется, он зеленит. Ну, может быть, он зеленит по сравнению с Canon, который краснит. У Canon также нечеткая картинка, скорее всего, из-за переходника. У Carl Zeiss, конечно, более четкий объектив. А также картинку он не делает вогнутой. Ну и в качестве дополнения я решил потестировать все пленочные пресеты от Fuji. Они в комплекте с каждой камерой и вы можете прямо из коробки снимать уже с какой-то специальной обработкой. Весь сегодняшний ролик я снимал в режиме Provia. Это стандартный режим. Никакой обработки я сегодня не делал. А также снимал в 1080, то есть Full HD. Вот все 12 пресетов. Напишите в комментариях, какой вам больше всех понравился. Мои фавориты это Provia, Eterno и Pro-Nex Standard. Итак, что мы имеем? У нас есть объективы с разным фокусным расстоянием. Чем фокусное расстояние больше, тем ближе объект съемки становится. И, соответственно, фон у него размывается больше и картинка становится художественной. 35 мм мне понравилось, но я бы, наверное, взял бы чуть-чуть поменьше, где-нибудь 24 вроде есть миллиметра или 23. для как раз-таки таких вот целей, как съемка вблизи, оборудование. И мне очень понравился также широкий угол. Это вот Carl Zeitz очень крутой. 2,8. Это 12 мм. Но я его сравнил с Canon 1740. Сейчас посчитаем, какая у них разница в фокусном расстоянии. Но вот этот вот 1740, он с переходником от Viltro. Соответственно, автофокус не очень хорошо работает и, кажется, по предпросмотру он немного мылит картинку и, скорее всего, это делает именно Viltro. Что касается фокусного расстояния, то здесь 12, а здесь 17. Но 17 это на полный кадр. Если мы 17 поделим на 1,5, то получается 11 с чем-то. То есть, 11 с чем-то против 12. То есть, практически одинаковый угол. Но, как мы видим, абсолютно не одинаковый размер и вес тоже. Вот это, конечно, гораздо компактнее. Но стоит вот такая штука. Очень дорого. Можете, в принципе, загуглить. Таурид или Тауид Карл Зейц 2,8 12. Вот такая вот штука. Классный объектив. Если я когда-нибудь захочу свой вот этот вот дешевый объектив 15-45, на который я сейчас снимаю, поменяйте на более широкий, наверное, я буду рассматривать вот эту штуку. Вот. Что я могу сказать? На данный момент у меня есть 15-45. На него я буду снимать. Хоть он такой не совсем светлый, но на улице он будет классно снимать. Вот такое вот я буду использовать в домашних условиях. Потому что, в принципе, таскать его не нужно. Есть возможность выставить светосилу до 2,8. Вообще он 4,0, но с Филторксом становится 2,8. Это за счет того, что здесь дополнительные стекла, больше света попадает на матрицу и прочие такие всякие штуки, которые ведет Вилторкс. Можете прочитать или посмотреть, но кто знает, уже это спидбустер. Вот. Дома можно снимать, если ты, например, выставишь еще себе автофокус, точнее, мануальный фокус настроишь. В принципе, вот. Если, конечно, только четкость не подведет. Сейчас, пока я не вижу, на компьютере посмотрю, возможно, четкость будет так себе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok